Всем привет, это Гром. Вы наконец-то дождались мой видеоотчет. Сегодня будет задавать вопросы мой Кент Шахтер. Димон, то есть, да, тоже шахта, наш кетуха вообще. Студию сейчас, кстати, наша старая студия принадлежит, как бы ему он здесь смотрит за этим всем. Такие темы, короче. Вот у нас обалденная такая печь какая-то. Попытаюсь ответить на самые интересные вопросы, потому что, как бы, я прочитал там 400, сколько было вопросов. И, как бы, я не видел там ничего такого сверхъестественного. Я думал, что вы заводите мне более такие интересные вопросы. Как бы, когда выйдет МНП-3 было 200 вопросов, я думаю, и почему-то для самого класса, может быть, тоже было 150 и 50 таких хороших. Я выбрал 15 самых таких интересных вопросов и, как бы, начнем. Хочу вам рассказать немного о себе, так как это мое первое интервью вообще, я немножко волнуюсь. Ну, нормально. Начнем, понеслись, короче, шахты. Вопрос. Когда выйдет твой новый альбом? Мой новый альбом «Донор Ветто» планировал совершенно 12-12-12. Как бы, такая значительная классная дата, 3-12-х. И не получилось, у меня были операции. Не мог дышать. Почему меня никто там не избил, меня не убили там? Я не мог дышать просто-напросто. Не мог спать, не высыпался. Вот. И, как бы, врач мне сказал, что надо делать эти операции. Сделали, все прошло нормально до сих пор, как бы, еще у меня все в ранах, смотри. Потому что делали лазером операции эти. Видели все фотку ВКонтакте, я ее, кстати, сегодня стер. Альбом «Донор Ветто» выйдет в 2013 году, так как не успею просто-напросто. Все соло-треки почти что уже записаны, все. Остались только фиты. И гол, вперед, к вам по проводам. Вот так. Второй вопрос. Будет ли снять новый альбом твои клипы, новые клипы? Новый клип, да. Первый соло-клип по-любому будет снят. Вообще хочу первый соло-клип снять. Так как у меня нет еще ни одного видеоклипа своего. Под первый трек вообще планируется, если все хорошо получится, с Буги будем снимать видеоклипы. Кто знает, кто такой Буги и примерно знает, для кого он крутил вообще видеоклипы. И крутит по сей день. Короче, будет круто. Он мне пообещал, что мой первый видеоклип, мой соло-первый видеоклип, он сделает мне за бесплатно, а не за 20 тысяч евро. Потому что он на самом деле берет конкретные бабки, потому что видосы у него бомбезные. Вот. После, что хотел сказать. Ой, шахте пиво, ё-моё, пацаны. После хочу тоже снять обязательно, наверное, даже с Тёмой, с Тёмой и с Сомиком хочу снять тоже клип на мой альбом. Донор в это будет обалденный альбом как бы. Много, я хочу в обширно так ответить на этот вопрос, потому что много что есть сказать о этом альбоме. Он будет похож, большинством, где я помню, там был такой вопрос задан, каким будет Донор в это. Много лиры, вы знаете от меня, что очень много лир. Ну такая лира, как бы, уже на высшем уровне. И мало бэттла будет так. Ну если бэттл трек, вот, например, первый трек, Донор в это будет такой, знаешь, как Дил Килища дали, знаешь, вот такой, знаешь, вот такой, вот такой. Дисов не будет, потому что, кого дисит, не знаю, там, не знаю. Вопрос лично от меня, ты говоришь, у тебя будет много дирики. Такой вопрос, как ты боролся, у тебя была депрессия, как ты боролся с ней? Мне вот чисто интересно. Боролся с депрессией, такая любовная депрессия или такая жизненная депрессия, как бы, что случилось с отцом или любовная депрессия? Ну, скажем, любовная. Любовная депрессия, ну я думаю, как бы, если такое, надо тусить, я думаю, в клубах, зависать поболее так с девчонками, чтобы видеть, что не та самая одна на этом мире. И, не знаю, вообще нужно время, я думаю, что время лечит, по-любому время лечит. Если тема зацикливаться на одной девушке, как бы, вот, тупить, 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 то она тебя сожжет потом по концове. И я дурак, как бы, сам, по сути, 11 лет вот сжал себя, честно вам скажу, 11 лет хавал себя. И вот отпустил, кстати, просто взял и отпустил. На донор в этой, кстати, был последний трек, посвященный ей. Даже не, ну как бы, это будет не соло трек, а с человечком с одним, так, более таким профессиональным, кто в этой теме, он знает вообще, как преподнести это красиво. Насчет Лиры, он вообще, могу сказать, что от него есть что получиться. Будет у меня фит с ним, трек будет называться «Ключи». Далее, короче, вот, видеоклипы будут. Спасибо. Тема, ВСБ. Еще один такой, самый хороший такой, самый такой вопрос. Не думаешь ли ты записать микстейп или альбом с группой «Кто против?» Кто против? Честно, честно сказать, кто против. Я вообще за, кто против. Всегда за. Я за. Я им всегда говорю, пацаны, я за. Как бы, кто против, вообще, кут меня сносит. Честно, хочу сказать, что кут меня сносит. И как бы, меня прикалывает, как он читает. Слэм тоже обалденно. Да и Брук, и Брука уже давно знаю. Все, кто, как бы, кто мой настоящий реал фан, он знает, что я с Бруком записывал еще в 2007 году, как бы, на мой первый микстейп «Кинг Роу». Вот, и по-любому бы хотел бы записать, стопроцентно, и я с удовольствием вообще работаю с ними. У них, как бы, у них такая прямая линия, правильная такая линия. Смотрят на жизнь так же, как и я, как бы, вот, пацаны вообще красавчики. Я считаю, что если они будут более, как бы, более посвящать время рэпу, то у них получится, в общем, у них словарный запас крутой. Да. Сто против, по-любому, если будет время, если будет возможность, я с удовольствием хотел бы записать такой вот обалденный, там, тейп или альбом. Вот, если будут биты, то даже альбом, как бы, в будущем в таком, как бы, стопроцентно. И вот, к этому вопросу же, как у тебя отношения с Торком? С Торком, как бы, с Торком у меня вообще сейчас такие обалденные отношения, мы общаемся с ним, и вообще все круто, короче. Фарик приезжает, мы отвисаем здесь, проводим больше времени, мы стали старше, как бы, не знаю, там, все, что было раньше, вообще-то забыли, как бы, детский сад был какой-то, сейчас, как бы, главное, что мы остались друзьями и хорошими друзьями вообще. Я ценю его, он ценит меня, и вообще у меня классные такие теплые, хорошие отношения с ним, созваниваемся частенько. Вот, он был, кстати, на той неделе здесь, то есть, в воскресенье, вот, как, пару дней тому назад, тоже съездили с ним, пахало, чайку попили, пообщались, посидели. Вообще, все круто, короче, с Фархатом все круто, все классно. Чем-то занимаешься в свое свободное время? В свободное время, если честно сказать, в свободное время, у меня его мало, на данный момент много, так как я вообще на больничном сижу, вот. А так я вообще провожу много времени в казино, вот, кстати, вон, за камерой там тусит мой Кент Андрюха, вот, кстати, это мой партнер сейчас такой, с которым мы чуть ли не гадали. Каждый день посещаем казино, там, есть еще славян Кентуха тоже, вот, славян, салам тебе загоняю. В казино, вообще, в казино, конкретно, плотно так сидим на казино, играем, ну, как бы, не остаемся, не всегда остаемся в минусе, очень часто бывают и плюсы, как бы, да, и Артем, да, и Сом бывает тоже, да, с нами срывается, как бы, все плотно сидим на казино, и никому этого не советую, потому что это затягивает жестоко. Честно, без прикола не советую никому казино, а так, ну, как бы, в клубы, на дискотеки мне не прикалывают, потому что дискотеки, не знаю, там, русские дискотеки, я считаю, меня не прикалывают. А потом, есть, конечно, обалденные такие немецкие дискотеки, на которые я хожу, на которых, кстати, не всех запускают, вот, как бы, там, есть свой диджокей, знакомый, который пишет нас на лист, на специальный, как бы, знаете, и заходим, и нормально тусим. Обалденно, как бы, там, немножко отдохнуть, там, может, ништяк, как бы, чтобы не нажаться в сиську, говно, как бы, это можно сделать на районе. Тоже, вот, кстати, вот, люблю, да, если сорвался, то все, как бы, я могу, как бы, я не думаю о себе, большого мнения такого, я могу просто, вот, с младшими, с нашими, с пацанами, с финалом, кстати, вот, финал, да, Романовича, да, вот, потом, кто еще там есть? Андрюха, да, вот, с пацанами, просто, вот, могу встать где-то, там, нажаться, там, потрещать, там, не знаю, покачать, показать им что-то с нового альбома, вот, потом покататься на тачке, конечно, это очень часто бывает так, что думаешь, потом, на следующий день, то, что права, как бы, купил мне за евро, или сделал их, как бы, много труда, ну, это, это жизнь, как бы, я, я люблю, вообще, дорога, я считаю, что, блин, это, самый лучший путеводитель, и, самый лучший, кстати, Тема, еще раз для тебя, чем больше ты на дороге, тем меньше у тебя депресняков, конечно, ты на дороге, если ты на дороге, да, встречаешь, как-то, вот, практически не бывая дома, как бы, вот, если у меня есть свободное время, тогда я где-то, я с кем-то, я что-то мучу, что-то делаю, как бы, тусим, по-любому, так вот, это факт. И еще один вопрос, как у нас уже пятый, вроде бы, вопрос, с кем будут фиты на альбоме, с кем будут фиты на альбоме, так, фиты на альбоме, по-любому, это факт, кто против, это сто процентно, тема дома, это сон, кай-рап альбом будет, будет спешл газ, с которым я 5-6 лет, да, 5-6 лет уже, вообще не записывал музыки, как бы, и я рад, что мы нашли, как, ну, послушал плечок, так, и сказал, блин, давай я тоже парт кину на трек, у нас будет трое на треке, будет интересный такой трек, он будет до конца скрытым, потому что это, я даже думаю на него скрутить, скрутить клип, жестокий такой трек, будет называться яд, вот, потом, шот, по-любому, вот, сейчас, кстати, вот, хочу сказать, что, шот, Джека, дай его зовут, да, Артема, вот, Джека, я тебе обязательно позвоню, Артема, скайп, вот, все, вот, операции всяких, у меня какая-то, вот, шняга получается, у меня всегда, что, я никак не могу, вот, связаться с тобой, вообще, вообще, изначально, когда услышал первые треки, сразу, как бы, палец вверх, респект, офигенно, вот, шотом, по-любому хочу сделать фитнес-вый альбом, мне вообще прикал, о чем стоило, нет войне, вот, кстати, посмотрел видеоклип, обалденно, хочу сказать, профессиональный клип, обалденный клип, ну, как бы, такая тематика, обалденный клип, классно, вообще, шотом, хочу обязательно, чтобы был фитнес-вый альбом, ну, и все, в принципе, а там, как бы, по обстоятельствам, еще пока не знаю, сегодня могу сказать, все, а завтра еще кто-то, ну, так вот. А с какого у тебя трека записано, я даже сам не знаю? Треков уже записанных, 12, где-то, даже, может, будет больше на альбоме треков, чем 16, потому что, как бы, если еще фиты, со всеми, потому что я хочу сделать обязательно еще с вами трое, что-то такое, АМГ-2 стиль, вот. Будет можно, даже 17, 18 треков, не знаю, но, как бы, аутро, вот, у меня два аутро, не знаю, какой взять, поэтому. Костя сделал бит на аутро, и он меня просто вынес, вот, и я думаю, надеюсь, что все будет круто, фиты будут обалденные такие, и на Сома, на Дон-А, как бы, я все равно надеюсь, и знаю, что, если я с ними работаю, то у нас всегда получается мясо такое обалденное. А кто против, тоже, там, шо там, хочу, хочу что-то сделать такое, даже сверхъестественное, потому что, реально, да, чувак, мутит классно. Следующий вопрос. Будьте ли концерты в Казахстане, в Украине и в России? Концерты всем организаторам хочу изначально сказать, блин, с удовольствием, очень мало времени, очень-очень мало времени, так как я работаю, но это позже, там, тоже, вот, я тоже читал эти вопросы, как бы, позже расскажу, где работаю. Концерты, хотел бы, хотел бы, ужасно, хотел бы сделать концерт, в Украине хотел бы сделать концерты, хотел бы сделать концерт в России, я не думаю, ни один даже. Меня это вообще прикрывает, я знаю здесь по себе, что такое, когда ты выходишь на сцену, вообще, классные такие чувства, такие, да, и я считаю, что фаны тоже хотели бы меня, наверное, увидеть на сцене. Если даже соло-концерт будет, то у меня есть человек, который поедет со мной, это куд, что против, как бы, мы договорились, если вы хотите, я приеду, договоримся, если найдем, как бы, по пути, правильно, то все, я приеду, по-любому, как бы, в Казахстан вообще хочу, мне, я, в Казахстане хотел бы вообще выступить, там, Астана, Астана рулит вообще, Астана Лав, Казахстан. Моя родина.